Всем привет! Сегодня мы в Панаме. Встретились, познакомились с Аленой, которая играет в оркестре, работает на государственной службе. Сегодня более подробнее она расскажет о себе, как она попала в Панаму-Сити, чем она здесь занимается, ну и стоит ли переезжать в Панаму. Самый главный вопрос, который интересует всех. Поехали! Ален, расскажи, пожалуйста, в каком году ты попала в Панаму и как это случилось? Чем это было связано? Приехала я в Панаму в 80-95-го года. Это была организация ОММОМ. Это всех, когда иностранцев выгоняли, так сказать, с территории бывшего нашего Советского Союза. И по этой программе я приехала в Панаму своим я супругом уже панамцем. С ними познакомились, потому что он играл в баскетбол. В баскетбол? Да. А сама ты откуда расскажи? Я сама из Грузии, из Тбилиси. Я училась в консерадоре, играла в оркестре, камерном оркестре играла я. И по окончанию университета, так как уже выгоняли всех иностранцев, решили меня сюда перевезти, потому что было сложное положение тоже в Грузии. Ничего хорошего там не было. Я к счастью или к сожалению, у меня фамилия Погромская. И тогда было очень трудно со всем этим. Честно говоря, даже было трудно попасть в консерадорию, но слава богу, я провелась. Да, было очень трудно. И поэтому там русскоговорящие не совсем хорошо приветствовали, поэтому мне надо было уехать. Несмотря на то, что у меня было в паспорте «Украинка» написано, а грузины якобы говорят, что они обожают украинцев. Там совсем другая история, на самом деле. Но приехав сюда, честно говоря, мне очень повезло, потому что у меня, во-первых, так или иначе, они великолепно знают, что наша культура, наши традиции, наши дипломы, они хорошо, конечно, здесь приветствуют, они великолепно знают уровень наших дипломов. И так как я альтист, и альтистов вообще в мире очень мало, а здесь в Панаме получилось так, что я была единственной по этой специальности. И, естественно, я, пройдя миграцию в аэропорту, сразу позвонили дирижеру оркестра Стефанического Панамы и сказали, что приехал специалист. И вот, говорит, мне кажется, говорит, она скрипачка или что-то такое, говорит, что-то у нее замудренное. И мне позвонил дирижер через месяц после того, как я приехала. Ну, к счастью, я была беременна и сказала, что я не собираюсь работать. И когда я уже была готова начать работу, меня пригласили с удовольствием. Я сразу стала работать в оркестре симфоническом. Сразу меня пригласили в музыкальную школу. Музыкальная школа здесь называлась консерватория, что для моей мамы было, конечно, типа то, что... Ой, консерватория, ты что, ты куда? Ну, ну, здесь это музыкальная школа, государственная музыкальная школа. Здесь официально есть две музыкальные школы. Называется План Ху Венели консерватория. И, конечно, не на таком уровне, как у нас. У нас там очень много предметов, здесь намного легче это. Ну да, две официальные школы есть. Там тоже плата очень такая, как вам сказать, символическая. Там 37 долларов за 4 месяца. То есть 64 долларов год, учебный год стоит, государственный. Так как у меня есть сын, я опять-таки могу сказать совершенно честно и четко. Здесь есть спортивные школы. Мой сын ходил в спортивную школу. Он ходил здесь и на теннис, большой теннис. Он ходил на пиатлон. Пиатлон вообще был бесплатный. Теннис надо было платить. Там 15 долларов. Но это считается, опять-таки, это не считается частный. Частный урок стоит 60 долларов. Это 15, это получается еще государственное. И здесь есть школа плавание. Ой, не помню, как уже на русском говорится. Школа плавания? Да, здесь есть. Описанная школа. Да, стоит там абонемент 5 долларов. И у тебя педагоги там занимаются такой. Это есть на самом деле. Много людей не там, другая проблема. Но что есть, это да, есть. Это существует на самом деле. И у нас очень много здесь. Вот в Вальбурге мы там были. Прямо с вами. Там в Глентуне, это старые американские участки. Там находятся вот эти школы спортивные. И в цепи здесь у нас находится лотерейный дворец называется. Ну, в Вальбурге там вот этот 50-метровый такой большой есть. Ну, они все большие у нас. Все. Наши четыре. И в парке Омаре находятся тоже. А вопрос, а пришлось ли переучиваться, когда сюда прилетели по своей специальности, по музыкальной? Опять-таки, объясняю. У меня специальность, я одна единственная была. Так что мне ничего не надо было переучить. Не надо было. У них не было такой специальности. У меня в этот момент тоже, в 2000 году, приехал мой брат. Он являлся инженером системы коммуникации. Ага. И здесь тоже не существовало этого факультета. То есть он был тоже единственным специалистом. Короче, в то время еще можно было легко найти на работу вполне хорошую. Ну, по специальности моего брата, допустим, в телекоммуникации, это, естественно, уже работа лучше облачиваемая была. Потому что это... Двигаюсь сегодня в театр Бальбова. Музыкальный симфонический оркестр. Глянем, как там играет на скрипках и других инструментах. Запилил метро. Вот тут новая реклама. Бургер рекламирует. Растянули рекламу так. Чтоб все ели бургера. Двигаем в сторону Альбрука. От Альбрука еще на остановку автобус на пару остановок. И будем возле театра. Так, я сел на Ви Аргентине. Едем до Альбрука. Минут 15 где-то займет. Народа немного, потому что конечное. Выхожу из метро. И мне вот туда. Тут автобус. 820, кажется, номер. В сторону порта. Пару остановок. Прокатимся. Вот подъехал автобус. В сторону Амадора. 820. Проходим. 25 центов. Ну, раньше было проще. Не обязательно было переучиваться. Правильно? Есть специалисты, как врачи, физики, инженеры-электрики. Вот у меня супруг был инженером-электриком. Ему не то, что надо было переучиваться. Здесь дают, так как ты инженер, у тебя должна быть печать. Как ты врач, у тебя должна быть печать. Чтобы печать у тебя была, ты должен твои документы сдать в министерство образования. Они просматривают эти документы, потом они посылают в университет, в государственный университет Панамы. Они опять-таки проверяют. Надо обязательно сделать выписку предметов и часы. Там такая история. Надо обязательно, я когда поехала в Грузию, я сказала моему ректору, что надо. Он и смевался, надо мне смеваться. Говорит, это зачем? Я говорю, ну, к сожалению, потому что я хотела здесь сделать мастер. Надо документы, если, допустим, опять-таки, если вы хотите работать легально, не хотите работать для частной компании, или если, допустим, вы хотите иметь свой проект, и вы должны легально ставить печати, тогда надо все это делать. Если вы не будете иметь, ну, что делать? Допустим, я работаю для государства, я должна была делать документы. Но, опять-таки, так как я единственный специалист, сравняться с кем, потому что нет этой специальности. Поэтому, допустим, мой брат в то время, он не должен был сравниваться ни с кем, потому что не было такой специальности в университете национальном. Они всегда смотрят в университете национальном, какие есть факультеты. И тогда надо. Допустим, для инженеров надо, чтобы заверить чертеж. Им нужна специальная печать. Но, опять-таки, они выдают туго лишь, когда они проверяют в университете по часам каждый материал, который, предмет у тебя есть. Быстрее всего, если хотят, если хотят. Потому что панамцы такие, они могут улыбнуться, а могут не улыбнуться тебе. Если они улыбаются, они могут просто тебя заставить. Выучить, допустим, историю панам. И все. И все накрылось. А если нет, допустим, они просто проверяют чисто теоретические предметы и скажут, ну, так, тебе нормально, или надо подучиться. В 96-м году, когда, здесь я просто точно знаю, четко знаю, три инженера электрика, которые приехали. Мой супруг, его друг и супруга его друга. Они все учились на одном факультете. Вот они должны были. Жене повезло. Она только лишь пересдала два предмета. И тоже пересдала даже, она не училась. А им выписали, что они должны пять предметов выучить. Переучить, доучить. Опять-таки, кому как повезет. Просто, и она, чтобы ей больше в будущем у нее не было проблем, она просто еще доучилась. Она взяла здесь маэстрию. Маэстрию я даже не знала. У нас в России, может, у нас повышение квалификации по ее же специальности. Она инженер. Она получилась повышение квалификации, но она повышение, опять-таки, не получила, потому что она... Категорию лучше, наверное, получила. Да, но после этого она взяла бакалат, и она просто преподает в университете. То есть, лучше физиком инженером она не стала. Она больше, быстрее всего стала лучше физиком. И сейчас преподает физику детям, студентам университета и в школе. А так, да, ей дали печально сразу же. И они учатся, в принципе, немного. Там год. Дают год на это. Если ты успел, да. Ну, опять-таки, по нами здесь нет. А у нас... Допустим, по годам они не смоют, сколько тебе. Им все равно. Если тебе уже 80 лет, и ты хочешь выучить, как ты у тебя новая профессия, они тебе дадут возможность. И можно учиться как в государственной, так и в частной университете. Без проблем. А в государственном университете обучение бесплатное для иностранцев? Хороший вопрос. Музей, я знаю, что иностранцы платят. А вот университет, честно говоря, брать не люблю, он не знал. Просто, когда я поступала в университет, я уже поступала как панамка. Поэтому я когда-нибудь не сталкивалась, я говорю, ну, а так, да. Ну, даже для финансов это не бесплатно, потому что ты лабораторные работы должен проплачивать. Ты должен проплатить учебный код, да, за документы. Там стоит где-то 100 долларов, в принципе. Ну, опять-таки, учебный семестр, там, 4 месяца. 100 долларов за 4 месяца. 100 долларов за 4 месяца. Да. Это не ничего, в принципе. Не дорого. Ну, опять-таки, здесь есть частные университеты. Если кому-то надо. А насколько частные лучше качество, но дают больше образования, чем государственные? Или одни и те же преподаватели все равно? В основном одни и те же преподаватели. Ну, а за что тогда платить? А за престиж. Просто за корочку? Да. Допустим, здесь по нам четко есть распределение. Если школа, если школа, обязательно она должна быть частная. Обязательно. Это намного выше уровень обучения. Это на все 100%. Ну, если у тебя обучение образования в государственном университете, этот диплом стоит, потому что здесь нелегко. Государственным нелегко. Частно переплатишь, и тебе поставят центру. То есть государственный университет считается уровнем выше, чем частный? Да. Потому что частная коррупция. Да. Там частная коррупция, и тем более, знает, какой университет более коррумпированный, так сказать. То есть он недорогой. Здесь есть три университета, но на день их нормальный. Если университеты дорогие, ну, опять-таки, так хватит все. А сколько? Там могут поставить тебя на два семестра. После второго семестра на третий семестер ты поставишь и пройдешь. Сколько лет нужно учиться в университете? Как у нас. Какая система? Такая же? То есть очно пять лет, заочно четыре года. По поводу образовательной системы. Вот если ребенок поступает в школу, после школы он задает какие-то экзамены в государственный университет или он может автоматически сразу туда попасть? Как раньше было в Советском Союзе. Мы кончали раньше школу, последние были экзамены, потом ты поступал в университет. Здесь мой сын поступал в государственное учреждение, государственный университет на медицинских факультетах. У него было пять экзаменов. Между прочим, за каждый экзамен он платил 30 долларов, чтобы пройти просто экзамен. Сейчас я вспомнила, 30 долларов за каждый экзамен. Им сразу после экзамена говорят оценку. То есть ты тоже не должен прийти, допустим, на второй или на третий экзамен, потому что ты уже знаешь экзамен, ты уже не прошел. Это в государственном педагоге. У них в государственном... Чтобы поступить в государственное, у них есть факультет специальный подготовительный. Он находится при школах, частных школах. И у тебя есть возможность там подкрепиться. Ну, он там не дорого стоит. Там 40 долларов, наверное. Я понял. Да, но это есть. Ты можешь просто пойти, или можешь... Лучше пойти на эти подготовительные. Почему? Потому что педагоги точно будут знать, что тебя будут спрашивать. И ученикам могут просто подготовить нормально. Они будут знать уже в какую сторону, что именно будут спрашивать, на что педагоги обращают внимание, от чего будет зависеть это все. Я считаю, что это очень хорошо. Сын закончил университет уже? Уже врач? Почти. Нет? Нет? Нет. Я понял. Ну, и как обучение? Тяжело учиться в медицинском университете в Панаме? Вообще тяжело. Вообще тяжело. Здесь дети травмированы плохое. Довольно-таки медицинское. Опять-таки, если именно в Панаме мы говорим о медицинском образовании, и если ты выучился в национальном государственном университете, у тебя точно на все 100% будет работать. На все 100%, а частные нет. Частные – тогда уйди в частную клинику. Но вот всем абсолютно дают, открывают дорогу, вот если именно государственные медицинские. Очень тяжелые. Но преимущество работать же в государственной клинике, чем в частном, потому что там начисление пенсии хорошее? Смотря. Потому что, да, это есть, но у тебя нет, допустим, частной страховки. Частная страховка всегда намного лучше, чем государственная. Хотя, опять-таки, у нас врачи работают как и для государственной клиники, так и работают для частной секции. Потому что у нас государственная клиника начинает работать с 5 утра до часу дня, часу 30 дня. А все у нас клиники частные, они начинают работать с 3 часов, 3.30, допустим, дня, до 7 вечера. И в основном все у нас врачи, хорошие, опытные врачи, они работают в двух секторах, что частные службы. И оперируют даже. А есть вообще в Панаме хорошие врачи, кому можно довериться? Можно сказать, что даже из других стран приезжают, чтобы оперироваться. Чтобы приехать в других стран, но такого нет. Нет. Такого точно нет, потому что я одно время была переводчиком для нашего посольства российского. И приехала делегация с Украины. И как раз они разговаривали, это был ужин между хирургами. И они как раз говорили, чтобы наоборот посылать панамцев на Украину. Ну, там сотрудничество. Это какой год был? Ну, повысить квалификацию врачей. Это будет 2005 год. Квалификацию хирургов имени. Кардиомаскуляр. Ну да, кардиохирурги. Но просто я слышал, что говорят, из Америки якобы приезжают на операции, потому что здесь дешевле. Это правда, нет? Ну, дешевле, да, конечно. Три раза дешевле, да. Здесь приезжает очень много девочек русских, выражаются в частных клиниках. Да. Но у них цель другая. Не в плане получения качественной медпомощи, а в плане получения гражданства. Здесь хорошая частная клиника. Здесь очень хорошая. То есть, что раньше стоило 1500, сейчас я не могу сказать, но очень хорошая клиника. Вот именно, чтобы родить. Ты считаешь, что... Пасифика, салют? Или государственная? Не-не, пасифика. Пасифика. Да. Сейчас, если после пандемии цены все поменялись, я не могу сейчас вам сказать точно. Но я знаю, что раньше, да. Это не страшно. Помимо медицины, какая здесь вообще в Панаме есть музыкальная, концертная жизнь? Есть ли тут концерты? Как часто проходят? Дело в том, что, опять-таки, в государственном университете существует оркестр, пилармоники называется, пилармонический оркестр. Хотя там, опять-таки, там состав такой же, как и оркестр симфонического. Там есть камерный оркестр при университете тоже. Да, мы даем в основном все оркестры, которые принадлежат государству, все эти оркестры дают концерты абсолютно бесплатно. Мы не имеем права брать за билеты ничего. Если, естественно, мы не помогаем какому-то фонду, допустим, для детей, для бездомных, они приходят, разговаривают с министром культуры, и у них есть договоренность, и тогда оркестр устраивает концерты, и вот там благодарительный фактор собираются фонды. А так, лично, оркестр симфонический или университетом мы не имеем права. Добрался я до театра Больбо. Остановочка, вышел из автобуса. Вторая остановка постреле Альбурга. А вот там флаг Панамы напротив. Чуть-чуть подсвечивается. Вот такой концерт, ход. Холк. А вот такой. Уже началось, 8 начала. А вот расписание на весь год. Сегодня у нас 10 августа. 10 августа будет круто. А где этот встречающий концерт, музыка? Ди-джей стоит. Ди-джей стоит. Симфонический оркестр. Вот даже есть сзади балкончик мини. Но темный. Ди-джей стоит. Ди-джей стоит. концертный зал панамы сеть а сколько площадок где проводятся вообще концерты симфонические концерты то есть я вот посетил театр Бальбо есть еще какие-то театры, сколько их вообще? да, конечно, в этом Бальбо, это старый военный городок там находятся два театра вот Бальбо это считается территорией Альбрука тоже, опять-таки, военный городок там раньше был кинотеатр где мы находились, это был кинотеатр военный, да, кинотеатр? да, да, да это все военная зона дело в том, что вся эта зона вообще раньше была решетка стояла трехметровая такая туда панамцы не имели права въехать допустим, вы были на Амадоре вот дорога дюнами там тоже были решетки там панамцы вообще ни в коем случае не могли заходить на эту территорию и там были раньше пляжи просто сейчас они оборудовали уже такое достопримечательность там яхты, там красиво, но уже не могут плавать люди как раньше а там раньше были пляжи там три пляжа было то есть там купались люди? да просто яхт не было идти а там же говорят, что вода грязная и нельзя купаться в Берокрузе грязная вода это куда приплывают корабли и они чистят да, это Берокруз это после канала нашего мост здесь нет, это было чисто там нельзя было припарковываться там не было яхт-клуба яхт-клуба с детства вода вырежная у нас но все равно даже посмотреть когда вода отходит там прям такой мусор, грязь сейчас, да сейчас, к сожалению, да то есть раньше такого не было? нет это это правительство не следит за этим или там отходы какие-то канализационные выходят? к сожалению, из-за кораблей и из-за ресторанов ничего не поделать к сожалению потому что если обладать нормально на все закрывают глаза сколько нужно вообще зарабатывать человеку чтобы переехать жить в Панаму? сколько нужно для комфортного проживания здесь? ну, здесь страна комфорта в зависимости опять-таки что вам нравится что вам нужно и что вы считаете для вас приемлемо там, допустим можно квартиру взять на прокат за 3000 долларов да а можно взять за 600 и 400 опять-таки смотря какой кошелек здесь зарплата минимальная в данный момент зарплата здесь 800 долларов минимальная ну, естественно у нас государство обязательно если ты работаешь и хочешь нормально жить ты должен обязательно платить налог люди они спрашивают здесь просто берут налог а какой налог процент какой процент не могу сказать я могу сказать точно что вы оплачиваете государственную школу вы оплачиваете государственную клинику вы оплачиваете за то что это является вы вообще живете на территории Панамы это три года обязательно это всем и помимо того если ты иностранец и работаешь для государства это так а у нас так как допустим если панамец и работаешь там еще одна квота выделяется и эта квота идет фонд пенсионы когда люди выходят на пенсию им вручают все эти деньги которые в течение 35 лет ты накопил это типа помощи понял вопрос такой у большинства подписчиков возникает можно ли иностранцу переехать по нам и устроиться на работу и на какую работу на любую работу Oculus кем можно устроиться нужен ли язык Ну, честно говоря, вот правда, правда, здесь были одни ребята с Украины, ну просто замечательные ребята, я не говорю, что они с Украины, но для нас здесь в Панаме все равно, если там русские, если казах, если грузин, если армянин, здесь абсолютно нет никакой разницы. Мы все здесь, для Панамцев, мы все здесь русские, я не могу каждый объяснять каждый день, что я из Грузии, им все равно, разговариваешь на русском языке, значит, ты русская. Вот, здесь эти ребята, они создали компанию, они сами создали компанию, это просто кондиционеры устанавливали, а здесь кондиционеры прям, ну, вы понимаете, здесь жара постоянно, 365 дней в груз. И, естественно, у них здесь очень много работы. Вот, допустим, я вам точно могу сказать, это не считается чернорабочий, правильно? Вот, допустим, механики. Ну, это профессия. Да, вот, механики, допустим, электрики, капель положить. Здесь столько работы, потому что здесь на самом деле нет вот именно специалистов. Здесь они постоянно работают. Здесь у нас мальчишки только приезжают, сразу начинают работать. Да, у нас здесь, опять-таки, так получается, что я сказала, что специально. Здесь у нас есть архитектор Надя Гурбо. Вот, она, по-моему, она десятка. У нее есть своя собственная компания архитектора, а ее муж проектирует, а муж ее в Панаме, тоже архитектор, тоже учился на Украине. И он проектирует здания на, допустим, дома. Собственные дома. Частные дома, да? Да, да, частные дома. Так что вот именно вот в этой части там, ну, пожалуйста, хоть отбавляю. А здесь можно хорошо поработать. Ребята, которые из Украины, компания, уехали? Они уехали. Они уехали давно, они уехали. У них какие-то были проблемы именно на территории Украины, им пришлось, да. Они оставили здесь рабочих, якобы, из Колумбии, из Венесуалии, но здесь они испортили всю их работу, всю эту инфраструктуру, которую они содержали. Если бы кто-нибудь из парней остался хотя бы, и мне кажется, что было бы, ну, они замечательно были, четко. А были из Белоруссии тоже, да, ребята тоже кондиционерами занимались, да, тоже. Тоже уехали? Да, уехали. То есть долго здесь никто не задерживается? Опять-таки, приезжали ребята без жен, а получается так, что жена не хочет, а ребята все зарабатывают деньги. И получается, что интереснее, они ездили каждые шесть месяцев домой, и, видимо, жен не устраивали. Ну, не знаю, я не могу сказать. Просто здесь, на самом деле, страна для пенсионеров. Для пенсионеров? Здесь легко можно отдохнуть, здесь есть простор. Допустим, мы по юриду Бранду искали сил, можно сказать, все страны мира. У него две девочки. Одна девятнадцатилетняя, но когда она приехала, ей было девятнадцать лет, другой семнадцать лет. Они сказали, баба, лучшей страны нет на самом деле. Они там и Чехию, и Браду, и Италию увидели, говорят, ну, здесь же есть рыбки, а здесь же есть джунгли. А здесь вот эти... Вулканы. Да, да, и это людям нравится. Ведь мы такая страна, здесь столько технологий нет, как в других странах. Ну, здесь есть остров обезьян. Людям очень нравится приезжать сюда, смотреть. Здесь очень много интересного, но натурального. Здесь есть место, называется Лоскохонез. Из-за вулкана, из-за извержения вулкана раскрылась земля, и это все в скале, и залило водой. Вот это такое место, прям чудное, Лоскохонез. Коробки называются Лоскохонез. Там купаются? Да, да, да. Да? Очень красиво. Здесь еще таких интересных заманщиков мест, конечно, есть. Ну, то есть она привлекает своими природными явлениями. Да, да. По этому городу сюда приехать, отдохнуть, да. Люди здесь непротивные, они очень добрые. А с точки зрения вообще развития, там, IT-технологий, какой-то другой отрасли, здесь есть какой-то развитие? У нас есть агент, есть мальчик из Армении, между прочим, IT-шник. Он нелегативно деньги зарабатывает. Кроме него никого нет. Он везде, в какую-нибудь компанию не позвонили, что он. Да, вот IT-шникам здесь прямо сказка. Надо найти просто жилку, с кем поговорить. А там, да, вот IT-шникам тоже. В принципе, врачам тоже. Дело в том, что врачам, если у вас частная клиника, это без проблем. Если вы работаете для частной клиники, тоже без проблем. Но если хотите работать для кубинства, это, конечно, уже вот история насчет университета. Как вы спрашивали насчет диплома. А так, в принципе, влюбанский сам нас здесь подойдет. Хорошо. Когда говорили, что вот пойдешь за границу, будешь чистить. Но никто здесь не должен убираться. Здесь сразу строят компании. Проблема в том, что я с уважением отношусь к русскоговорящим. Нет, с какой республики, с того города. Дело в том, что у нас менталитет немножко иначе строится. Нам сразу надо четко накричать, нагрубить. И все будет здесь ни в коем случае. Вы здесь только нагрубите, здесь все пойдет. Ты мне нравишься, крокодильчик. Все, и здесь ничего не произойдет. Надо немножко спокойствие такое взять. Фладнокровности нет. Немножко включить пофигизм, и все будет встанет на свои места. Какие три проблемы есть в Панаме, которые видите? Опять-таки, смотря кому, какая проблема. Лично вам. Что видно? Ну, здесь коррупция страшная, конечно. Ужасная. И с каждым годом все хуже и хуже. Хотя есть страшная коррупция. Вот у нас был корруппированный, допустим, президент. Благодаря нему, у нас в Панаме есть метро. И очень красивое. А строили-то французы. А поезда привезли из Германии. То есть, да, он украл. Но он вложил. И отдал, да? Он вложил. Господи, у нас, да. Мы в Латинской Америке прям такие, оп, у нас метро. И оно красивое. И вот, на самом деле, вы можете спуститься. Ну, да. Вполне. И это чисто... Это тебе не Нью-Йорк. Вот в Нью-Йорке там, у них там, конечно, жуй. Здесь этого нет. Здесь все чистенько, красиво, аккуратно. Да. Опять-таки, смотря кому что... Такие еще две проблемы видны. Хотелось бы больше здесь специалистов, на самом деле. Специалистов не хватает? Какой отрасли в основе не хватает? Ну, я говорю, во всех открытиях здесь. А то есть здесь, скажем так, обучают университеты люди, где отсюда уезжают, покидают Панаму. Почему не хватает специалистов? Панамцы не любят. Ездят в другие страны, поэтому у панамцев нет проблем ни с одной страной, чтобы взять визу и уехать на три года. Панамцы могут на три года уехать в Америку. Панамцы могут на три года уехать в Испанию. У них этого нет преград. Просто панамцам не нравится. Панамцам нравится держить. Опять-таки, потому что здесь никто никого не нагоняет. Здесь спокойно. А почему тогда они не становятся специалистами хорошими? Потому что уровня здесь нет. А уровни обучения надо все менять. Всю систему? Да, всю систему. Окей. Третья, последняя? Я так привыкла к Панаме. За 28 лет, что ли, ничего плохого не вижу. Ничего в голову не приходит, да? Нет, потому что, допустим, я могу сказать, что я не могу из Панамы выехать в другую страну. Да, господи, пожалуйста. У меня сейчас есть документы. Единственное, что, да, вот иностранцам, я сейчас думаю, как иностранцам, да, трудно получить документы. Миграции тяжело. Здесь получить документы. Здесь легко, если ты инвестируешь 250 тысяч долларов, и тогда, да, у тебя лезло. А если нет, ну да, это немножко мудрно. Ну, опять-таки, мудрно, смотря для кого мудрно. Для кого 5 лет это не мудрно, а для другого это целая жизнь. Но если вы приезжаете сюда жить уже, какая разница? Ну, чтобы получить гражданство, здесь не обязательно же эти 5 лет жить. Ты можешь получить седлу и уехать, и через 5 лет вернуться, подать документы на гражданство. Да. Это не как в Америке. В Америке ты не можешь выехать. Да, и то же самое в Чили, в Аргентине. Ты не можешь выехать. Но здесь это момент. Здесь как бы окно открыто на сегодняшний день, и ты можешь оформиться, быстро получить ПМЖ, седлу и поехать в другую страну. Через 5 лет вернуться и сказать, я хочу тебе гражданство оформить. Дело в том, что не получится через 5 лет вернуться, потому что это временный корнет, который тебе дают. По-моему, на год или на два. На 10 лет. Уже дают на 10 лет? На 10 лет. Ну, уже хорошо, значит, раньше полного года. На 10 лет. Один есть минус, что ты должен ПМЖ, если ты уехал из страны, подтверждать раз в два года. То есть ты должен как бы прилететь через два года, отметиться, можешь улететь. Ну, я, да, я про это говорю. Вот это, да. Но есть опять окно одно, что ты можешь в посольстве Панамы, в той стране, в которой ты находишься, зайти и сказать, по таким-то причинам я не могу прилететь в Панаму. Они ставят отметку тебе в паспорт, что ты якобы там был. И у тебя еще плюс 4 года не посещение. Хорошо. Ну, вот такое интервью у нас получилось с Аленой. Она рассказала, как жить в Панаме, хорошо или плохо, решать вам. Всем спасибо за просмотр. И до новых встреч. Всего вам доброго. Пока. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok